Цели и задачи рабочего объезда вице-мэра Игоря Викулова и руководителей профильных ведомств социальной сферы – узнать, как и чем живут ученики и педагоги детсадов, школ и спортивных объектов. Первая остановка – в средней школе номер 15. Это одно из старейших учреждений Анапского района и уже составлена смета для капитального ремонта. Я вас прошу, посмотрите еще раз имеющуюся смету, все ли там учтено. Вас, Кирилл Сергеевич Акатамана, прошу помочь в этом, подключиться, чтобы у нас не было потом проблем, когда мы определим подрядчика, чтобы у подрядчика не было проблем с проектом и со сметой. Еще есть время, ремонт у нас запланирован на 2024-2025 год. Проверили и организацию горячего питания. Нареканий здесь нет. Члены комиссии напрямую спросили, как себя чувствуют те, ради кого и улучшаются условия пребывания – школьники. Ребята, вам комфортно учиться в классе? Кроме того, особое внимание уделяется и духовным ценностям. Игорь Викулов дал поручение рассмотреть вопрос организации работы Краеведческого музея, который располагается на базе школы. Нам необходимо этот музей сохранить в станице, но понять, где ему лучше быть после капремонта. Следующая остановка – детский сад номер 30 «Березка». Его посещают более 300 детей станицы Гастагаевской, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Здесь заменили окна, полностью отремонтировали кровлю. После визита Василия Александровича и данных им поручений, здесь практически все уже идет к стопроцентному выполнению. Заменена кровля, окна заменили, все по парковке, по территории, все работы проводятся. Кроме контроля за выполнением поручений мэра курорта, по словам его заместителя, важно определить и дальнейший путь к улучшению условий в образовательных учреждениях. С удовлетворением могу отметить, что после визита Василия Александровича и данных им поручений, здесь практически все уже идет к стопроцентному выполнению. Заменена кровля, окна заменили, все по парковке, по территории, все работы проводятся, все своевременно делается. Что же касается спортивной жизни станичников, чтобы создать более благоприятные условия для тренировок, в детско-юношеской спортшколе номер 6 необходимо было обеспечить бесперебойную работу вентиляционной системы. Сегодня решение этой проблемы близится к завершению. На данный момент это все работает. Вот сейчас включили уже. Это не заходило, да? Да, да. Он будет автоматически включаться? Нет, у нас два щитка. Один на цокольный этаж, один на этот зал. Там все регулировки. Будете регулировать? Да, конечно. По словам вице-мэра, несмотря на то, что в станице будут строиться и новые спорт-объекты, существующим учреждениям также уделят должное внимание. На экспертизе находится проектно-осметная документация по строительству универсального спортивного зала на Лозовой-2. Несмотря на это, с учетом численности населения станицы, потребности в объектах спорта, мы же от этого здания с вами не отказываемся? Нет, конечно. Соответственно, вам поручение тогда, значит, готовьте проектно-осметную документацию полностью во всем объеме. Если нужно что-то отремонтировать, значит, готовьте сметную документацию на ремонт. Если нужно что-то снести, убрать с территории, это туда же должно войти. Это далеко не последний рабочий выезд вице-мэра в сельские округа курорта. График расписан на месяцы вперед. О результатах посещения соцобъектов мы будем рассказывать в наших выпусках новостей.